здравствуйте ребята тема нашего урока рельеф и полезные скопаемые климат и внутренние воды евразии сегодня на уроке мы узнаем каковы особенности рельефа евразии полезные скопаемые климат внутренней воды евразии евразия самый большой материк нашей планеты включающий две части света европу и азию рельеф евразии весьма разнообразен это не только самый большой материк но и самый высокий он занимает второе место после антарктиды основа материка составляет евразийская литосферная плита участки которой имеют неодинаковый возраст евразия имеет сложное геологическое строение в состав материка входит пять древних платформ три из них восточноевропейская сибирская и китайская платформы они являются осколками лавразии а вот оставшиеся две аравийская и индостанская платформы это осколки ганваны позднее горообразовательные процессы соединили эти платформы тем самым расширив площадь материка в южной части континента от атлантического и до тихого океана протянулся альпийско-гималайский пояс в него входят молодые и самые высокие горы материка кавказ гималай апенины карпаты пиренеи альпы памир и самое большое и высокое на земле тибетская нагорье они отличаются остроконечными пиками и большой высотой именно здесь расположена самая высокая точка не только евразии но и всего мира гора джамалунгма или по-другому эверест ее абсолютная высота 8848 метров над уровнем моря располагается гора на границе непала и китая первым кто смог покорить эту вершину был эдмунд хиллари в 1953 году самое низкое место в евразии это впадина мертвого моря минус 430 метров в евразии очень большие колебания высот разница между впадина мертвого моря и гималаев превышает 9 километров кроме альпийско-гималайского пояса в евразии протянулся еще и тихоокеанский пояс который начинается на камчатке и заканчивается на больших зонских островах в него входят древнейшие горы материка возраст которых насчитывает 300 миллионов лет к ним относятся уральские алтайские горы и тяньшань в течение многих тысяч лет эти горы испытывали на себе разрушительную силу ветра и воды постепенно уменьшаясь в размерах и приобретая более пологие склоны уральские горы это горная система которая является условной границей между европой и азией вершиной этих гор является гора народная ее высота около тысячи восемьсот девяносто пять метров несмотря на то что в евразии много гор также имеется большое количество крупных равнин равнины евразии отличаются огромными размерами и тянутся на тысячи километров наиболее крупные из них это восточно-европейская и западно-сибирская равнины а также среднесибирская плоскогорье восточно-европейская равнина или по-другому русская равнина располагается на востоке европы границами этой равнины служат прибрежные зоны каспийского азовского черного белого балтийского и баренцево морей а также цепь уральский кор западно-сибирская равнина занимает северную часть азии и простирается от уральской горной системы до среднесибирского плоскогорья среди сибирская плоскогорья расположена в восточной части россии на территории восточной сибири на территории евразии происходит большая часть землетрясений на земле здесь проходят гигантские сейсмические пояса земного шара самые активные сейсмические пояса это тихоокеанский и европейско-азиатский к сейсмическим поясам относятся области вулканизма особенно много вулканов в тихоокеанском огненном кольце стоит отметить высокий действующий вулкан ключевская сопка которая находится в россии на полуострове камчатка евразия невероятно богата полезными ископаемыми на ее территории имеются крупные месторождения каменного угля нефти природного газа немало мест где добывают золото и драгоценные камни евразия исключительно богата редкими цветными металлами такими как олова и вольфрам эти металлы широко используются в промышленности а теперь ребята мы поговорим с вами о климате евразии климат евразии крайне разнообразен наибольшие территории по площади занимает умеренный пояс так как именно в умеренных широтах материк наиболее вытянут запада на восток на климат влияют значительная вытянутость материка рельеф и течение евразия обладает огромным разнообразием климатических условиях материк располагается в пределах всех климатических поясов северного полушария формирование климата евразии участвуют все типы воздушных масс свойства которых изменяются при их перемещении над обширной неровной территории материка черапунджи самое влажное место на земле 12 тысяч миллиметров атмосферных осадков ребята на карте изображен арктический климатический пояс в арктическом климатическом поясе расположились острова северного ледовитого океана и узкая полоса северного побережья материка здесь круглый год господствуют холодные сухие арктические воздушные массы средняя температура зимой составляет минус 32 градуса по цельсию летом плюс 5 градусов по цельсию субарктический климатический пояс в субарктическом климатическом поясе крайне холодные зимы именно здесь в селе аймекон в россии отмечена самая низкая температура воздуха во всем северном полушарии земли минус семьдесят две целых две десятых градусов по цельсию аймекон еще известен всему миру как один из полюсов холода на планете по ряду параметров аймеконская долина это наиболее суровое место на земле где постоянно живут люди умеренный климатический пояс пределах этого пояса выделяются климатические области морского умеренно континентального резко континентального и муссонного типов климатов давайте рассмотрим их подробнее на западе в европе формируется морской тип климата лето здесь прохладное влажное средняя температура летом плюс 18 градусов по цельсию средняя температура зимой плюс 5 градусов по цельсию восточноевропейская равнина имеет умеренно континентальный тип климата лето здесь теплое умеренно влажное летом температура составляет плюс 18 зимой минус 7 градусов по цельсию За Уралом формируется область резкоконтинентального типа климата. Лето здесь жаркое и очень сухое. Средняя температура летом плюс 13, зимой минус 30 градусов по Цельсию. Субтропический климатический пояс. В пределах субтропического климатического пояса выделяют три области средиземноморского, континентального и муссонного типов климата. Средиземноморский тип климата отличается мягкой, прохладной и влажной зимой. Средняя температура зимой составляет плюс 16 градусов по Цельсию. Лето здесь жаркое и сухое. Область континентального типа климата занимает азиатскую часть материка. И зимой и летом здесь господствует континентальный сухой воздух. Температура летом составляет плюс 24, а зимой 0 градусов по Цельсию. Муссонный тип климата проявляется в междуречии Янзе и Хуанхе. Жарким летом здесь выпадает большое количество осадков, которые из Тихого океана несет муссон. Средняя температура летом плюс 20, зимой плюс 8 градусов по Цельсию. Тропический климатический пояс. В течение всего года в тропическом поясе господствуют тропические воздушные массы. Средняя температура зимой составляет плюс 24 градуса по Цельсию. Летом плюс 35. Субэкваториальный климатический пояс. В субэкваториальном климатическом поясе расположены полуострова Индостан, Индокитай и Юго-Восточный Китай. Зимой территория находится под воздействием тропического, а летом экваториального воздуха. Средняя температура летом плюс 24, зимой плюс 16 градусов по Цельсию. Экваториальный климатический пояс. Самая южная часть материка находится в экваториальном поясе. Для этого пояса характерно постоянство. Здесь круглый год господствуют экваториальные воздушные массы. Здесь очень жарко и очень влажно. Температуры составляют плюс 24 до 28 градусов по Цельсию. А теперь, ребята, мы поговорим с вами о внутренних водах Евразии. Узнаем, какие речные системы и озера есть в Евразии. Поскольку рельеф и климат разных частей Евразии не одинаковы, то и реки и озера по территории материка распределены неравномерно. В Евразии протекают многие реки земного шара. Европейские реки впадают в Атлантический Северный Ледовитый океан. Реки Азии относятся к бассейнам Северного Ледовитого, Тихого и Индийского океанов. Центральная часть материка относится к области внутреннего стока. Реки Европы. По Европе протекает множество различных рек. Длинные, короткие, широкие, узкие, порожистые и спокойные. Наиболее крупные реки Европы. Волга, Дунай, Днепр, Енисей, Лена, Висла, Эльба, Темза. Самая длинная река Европы – Волга. Волга – река, которая протекает в европейской части России. Длина реки составляет 3530 километров. В Карское море также впадает самая многоводная река Сибири – река Енисей. Длина реки составляет 3487 километров. Река Западной Сибири – Обь вместе с ее притоком Иртышом. Иртыш – это самый длинный приток в мире. Длина Оби вместе с Иртышом составляет 5410 километров. Одной из крупнейших сибирских рек является река Лена, длина которой – 4400 километров. Озера Европы. Самое большое озеро Европы – Ладожское. Оно находится на северо-западе России. К востоку от него лежит Онежское озеро. Озеро Байкал расположено в южной части Восточной Сибири и является самым глубоким озером нашей планеты. Это одно из самых красивых и живописных озер мира. Здесь настолько чистая вода, что можно видеть дно озера на глубине 40 метров. Байкал – старейшее озеро на земле тектонического происхождения. Оно является хранилищем 20% мировых и 90% российских запасов пресной воды. Реки Азии. По территории Азии протекает много длинных и полноводных рек. Большинство из них берут начало в горах, а затем текут по равнине. Самыми длинными реками Азии являются реки, которые протекают в Китае. Это Янзы и Хуанхэ. Река Ганг – это одна из самых полноводных и длинных рек Южно-Азии. Длина реки составляет 2700 километров. Река Ефрат берет начало в горах и впадает в Персидский залив. Реки Амударья и Сырдарья берут начало в горах Памира и Тяньшаня. Впадают в Аральское море. На стыке Европы и Азии расположено самое большое море озера в мире – Каспийское. Площадь – 390 тысяч квадратных километров. На территории Евразии также расположен один из самых соленых водоемов на Земле – Мертвое море. Это бесточное соленое озеро между Израилем и Иорданией. Вода в этом море настолько соленая, что люди, плавая в нем, могут легко держаться на воде и не тонуть. Озеро Иссык-Куль – это самое большое озеро Кыргызстана, жемчужина Кыргызстана. Расположено в горах Тяньшаня. Вода в нем не замерзает весь год. На юго-востоке Казахстана расположено озеро Балхаш. В западной части озера вода практически пресная, а в восточной – солоноватая. Сегодня на уроке мы выяснили, насколько разнообразен рельеф и полезные скопаемые Евразии, в каких климатических поясах расположена Евразия, а также мы познакомились с самыми крупными реками и озерами Евразии. Домашнее задание. Сравните рельеф и полезные скопаемые Евразии с другими материками. Сделайте вывод по результатам сравнения. Нанесите на контурную карту крупные формы рельефа Евразии, равнины и горы. Следующее задание. Нужно проверить себя. Вам предлагается тест по климату, на который нужно ответить. Четвертое задание. Сравните по плану реки Лену и Хуанхэ. Чем объяснить различия между ними? Пятое задание. Нанесите на контурную карту самые крупные реки и озера Евразии. Спасибо за внимание. До новых встреч!